И всем привет, ребят! С вами Мстер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно Изиде с вампиризмом. Именно её у нас добавили в челлендже вчера. Сегодня у нас второй день челленджа с этой замечательной Изидой. И сегодня я бы хотел поговорить чуть больше про это устройство. Я записывал довольно большое количество роликов с тестами её, а сегодня на фоне, я думаю, что просто сыграем там каточку, да, может быть, запотеем, постараемся выиграть. Попробуем даже, может быть, разные комбинации, разные корпуса с этой Изидой. И поговорим о том, что за устройство добавили в наш челлендж. Для меня это, наверное, было немножко шокирующе, то, что, по сути, одно из самых лучших имбовых и жёстких устройств добавляют в челлендж. При том, что я для себя, наверное, был уверен в том, что такое устройство появиться в челлендже просто не может. И его берут и добавляют. Поэтому берём Изиду, берём, я думаю, что какой-нибудь корпус. Я записывал видосы и по Хопперу, и по Мамонту, и почему я только не записывал. Давайте возьмём просто Хантера, возьмём Изидочку, переоденем краску, где мои краски. Хоть где-то мы будем использовать замечательную краску, которую нигде не юзаю. И отправимся в бой. Отправимся просто в катку, посмотреть, во-первых, что она показывает. Во-вторых, обсудить, насколько это универсально жёсткое устройство. То есть, сейчас эта Изида может соло уносить безумно большое количество танков. Безумно большое. И, как я уже и сказал, вариативность использования данного устройства на разных корпусах очень большая. На нём можно играть и на Хоппере, да. Я на ивенте играл на Хоппера Изиди с Лавкачё. Можно играть на Мамонта Изиди в каких-нибудь режимах по типу штурма за атаку, ЦТФ, регби, да. Это тоже будет жёстко работать. Можно играть на Вика Изиди, на Хантера Изиди, на Дикой Изиди, когда мы голды тоже ловили. И всё это дело будет работать. Потому что устройство даёт вам возможность самохила, да. И за счёт этого самого самохила вы вытягиваете те ситуации, которые на любом другом вооружении у вас шанса вытянуть просто не было. Просто не было. То есть вы засасываете типа, наносите ему большое количество урона и при этом ещё и лечитесь от него. Да, то есть раньше Изида примерно так же у нас и работала в игре, да, до этих всех устройств, когда у Изиды был самохил. Но, 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 на тот момент времени урон у Изиды был намного меньше. Да, то есть сейчас ещё и урон с этой Изидой довольно жёсткий. Да, у вас нет возможности, как раньше, например, ещё лечить тиммейтов, но вам этого и не нужно. У вас, по сути, есть ближний бойка, которая наносит большое количество дэмэджа. И при этом вы, ну, просто контролируете ситуэйшн, коммуникейшн, дизлокейшн и наваливаете. Плюс у нас сделали пассивный бустер, который на протяжении всего времени даёт вам дополнительный урон на протяжении всей работы дэдэшки. Я имел ввиду это. И Изида становится ещё жёстче, ещё жёстче, ещё больше на ней можно наваливать. Да, и если бы, например, в игре у нас не было бы нулевого урона, то можно было бы ещё бы и контролировать респаун. И поэтому, 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 самый большой вопрос, зачем добавили это устройство в челнч? Это устройство в нашей игре сейчас не имеет большое количество игроков. Хотя уже и в последнее время начало оно падать чаще ребятам, да, уже эти Изиды, у кого она есть, типы сразу играют на ней. Потому что они знают, что она жёстко нагибает и на ней можно конкретно наваливать. А сейчас это устройство добавляют в челлендж. В челлендж. Жёсткое устройство, на котором можно разваливать. И здесь я вам скажу две вещи. Во-первых, те ребята, которые прикупят это устройство, у которых их нету, я вам не говорю его не покупать. Не говорю. Оно реально того стоит. Оно реально жёсткое. Оно реально нагибает. И в нём реально очень много профита. Прям очень много профита. И вариации использования. Но, 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 большое но. То, что это устройство могут занерфить. Просто занерфить. Его могут сделать так, чтобы оно не нагибало. Сделать ему либо меньше самохила. Либо просто саму Изиду занерфить. В плане того, что будет меньше урона она наносить. Да. И она не станет такой уже больше жёсткой. Да. Но, при этом, те ребята, которые прикупят, я уверен, что успеют хотя бы там пару-труйку недель на ней поиграть, понаваливать, понагибать и кайфануть. Да. Но что с ней будет потом, я не знаю. И поэтому у меня огромнейший вопрос. ЗАЧЕМ ДОБАВЛЯТЬ ТАКОЕ ЖЕСТКОЕ УСТРОЙСТВО В ЧЕЛЛЕНДЖ? Я не знаю. Я просто не знаю. С одной стороны, это круто, что можете вы получить, да, у кого нету этой Изиды. С другой стороны, как по мне, вы долго на ней не поиграете. Да. То есть, я почему-то более чем уверен, что её занерфит. Ну, её занерфит. Да, то есть, этих Изид в матчмейкинге станет в каждом бою, в каждом, просто в каждом бою по 3-4 штуки. Да. И даже если вы будете брать резист от Изиды, он вам особо сильно не поможет. Потому что она самохилит. Да, если она ещё и с бустером, то это вообще габельная. Да. И проблем никаких особо нету. Ну, нет проблем. Нет. Просто их нет. Она будет наваливаться. Да. Может быть, конечно, кого-то это смутит, и они там начнут переодевать Изиду из-за того, что там будет большое количество резистов. Но, по большей части, она и против резиста работает, и против реза можно тоже очень неплохо наваливать. И комфортно себя чувствовать в матчмейкинге в боях. Вот вы видите, например, катку, да, я здесь дал 23 килла. 23 килла, при том, что я сижу балаболю, ну, просто балаболю, там, что-то, что-то за кем-то бегаю. У меня 25 киллов. 25 киллов. Вот так. Вот так вот она работает. Вот так вот она работает. И я бы, наверное, не говорил бы об этой Изиде, если бы, если бы, если бы она бы не вносила большого такого количества импакта, да. То есть, если бы я бы понимал бы, что это устройство не будут использовать все игроки на постоянной основе, да. Просто мне, с одной стороны, даже не то, что обидно, что ее занерфят, и я не смогу на ней поиграть. Мне, ну, по большей части пофиг. По большей части пофиг, да. Я могу взять любое, там, другое интересное мне вооружение, даже, там, условного страйкера, и просто продолжить на нем играть. Мне обидно за то, что те ребята, которые приобретут его, приобретут его, они, ну, потеряют, потеряют эту Изиду через очень быстрый период времени. Через очень быстрый период времени. Они, может быть, успеют чутка кайфануть, но больше, но больше это будет, ну, такое расстройство, знаете. То есть, ну, такая грусть, то есть, ты только начал нагибать, ты только взял устройство с челленджа, и ты такой думаешь, блин, вот сейчас-ка я понаваливаю жестко, поуношу всех, и тут такой, бэлэд, бэлэд, уже занерфил, уже занерфил. И ты такой думаешь, ну, блин, ну, а я только купил, а я только купил, а я только начал катать на ней, и все, и все закончилось. Поэтому здесь палка в двух концах. С одной стороны, это очень лютое устройство, и я уверен, что большое количество игроков хочет его получить. С другой стороны, это устройство, которое, скорее всего, скорее всего, это не 100% инфа, это лишь мои догадки, мои мысли по этому поводу, да, скорее всего, его просто занерфит. Поэтому как-то так, поэтому как-то так. Но, но, в его имбовости на данный период времени я вообще не сомневаюсь. Ну, вот вообще просто никак. Оно реально жестко. И с ним играть можно на, мне кажется, практически всех корпусах. Ну, там, за исключением, наверное, какого-нибудь Титана, Ареса, оно не будет так сверх жестко актуально. Хотя, если придумать какие-то интересные комбины, то я думаю, что даже и с такими корпусами можно его будет реализовывать. Вот, видите, я на Хантере и Изиде, например, до этого не катал, да, и вы видите, что сейчас даже и на ней получается нормально давать килов. И Хантер тоже по своему стилю с этой Изидой тоже подходит и хорошо работает. Круто. И я, кстати, знаете, чего еще не знал? Я раньше не знал то, что когда 0 урона, Изида-то сама хилится. Да, то есть я думал, что если ты бьешь 0 урона по оппоненту, то у тебя и сама Изида себя не будет лечить в этот тайминг. А ты бьешь 0 урона, и при этом у тебя все равно Изида дает сама хил. Это очень жесткая тема. Очень жесткая тема. Я почему-то даже и не думал, что оно может так работать. То есть по моей логике, если ты бьешь 0 урона, то значит хилиться ты не можешь. А тут оказывается, что у тебя еще и сама хил будет в этот тайминг работать. Поэтому прикольная темочка. Попробуем давайте Выиграть катку Я тут все таки ну вроде как уже все рассказал Все что я хотел Осталось нам только выиграть бой И доказать еще раз Что эта изида реально прикольная И здесь уже Я оставляю выбор чисто вам Тем ребятам которых Нету этой изиды Выбор за вами брать ее Не брать Но если бы я был на вашем месте Я бы точно взял Точно бы взял ну 100% Если бы я на ней не играл И мне бы кто то говорил что она имба Но ее могут занерфить Я бы все равно взял чтобы просто Убедиться в этом Поиграть на имбе И понять что она реально жесткая Что она крутая И кайфануть От этой сосочки Хоть даже если вы не любите изиду Не являетесь изидоводом Поймите что Это немножко другая механика Да то есть это не Саппорт Саппорт изида Это не саппорт изида Это не та изида которая будет там Хилить тиммейта Это по большей части Условный продув Условный продув Только который не может Сдуть например двух сразу Зато который может Вылечить себя И выиграть определенный Эпизод Определенный момент на карте То есть это вот Что то в этом духе Что то в этом духе Так у нас остается 4 минуты до конца У меня со мной играет Один из лучших Тпшеров И я в контроле точек То есть ну мы такую бой не можем проигрывать Просто не можем проигрывать Поэтому нам надо быстро сейчас запотеть Выиграть Не опозориться А то если мы сольем такую Матчмейкинговую катку Будет как то ну грустновато Грустновато Поэтому давайте стараться выигрывать Нужно сейчас чуть-чуть запотеть И контроля дать Так левая наша захватывается Где то сразу точка тоже какая то теряется Я думаю что этот овер я буду уже Сейвить под конец боя Дабы где то там зарешать Так эта точка захватывается Окей Становимся тогда на контроле вот этой точки Замечательной Это кстати точка Одна из самых ключевых на этой карте Если забирать ее То ты контролируешь целый фланг И ну за счет него Уже можно потом здесь разыгрывать Поэтому я наверное пойду Сейчас упарываться именно в нее У нас близкий счет И если я сейчас дам ее контроля До конца боя То будет шанс отличный На победочку в этом бою Если титан прожимает купол То я сразу же Ладно понял Я ничего не делаю Нифига себе я ушел от мины Жестко Так здесь еще Харек прожимает овердрайв Но харек в упоре с пулеметом Ничего не сможет сделать Давайте быстро 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 Давай Давай Накидочку 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 Пошла хорошая Родная Давай Давай Здесь контролим сразу эту точку И все Позиция закрывается Если закрывается позиция То у нас будут шансы Отличные На закрытие этой катки Только меня вот слили Единственная Единственная проблема То что меня слили И точка сразу улетает Но мы возвращаемся Мы возвращаемся туда же Все остальное у нас будет контролироваться Здесь На карте Поэтому сразу газую На всех Парерурях Так у нас здесь Дэшечку отхватили Вика Жига прожимает овердрайв Ну посмотрим Сольет она меня Нет Даже Вика Жига с овердрайвом Не сумела меня унести Вот так вот Так мы уже выигрываем Уже выигрываем Это хорошо Это хорошо Но у нас точки начинают улетать Просто и слева И справа Все у нас улетает Овердрайв К слову по центру Тоже начинает выпадать Мне было бы неплохо Его законтролировать Но его контролирует Наш тиммейт Окей Хорошо Давайте жмем наверное Овердрайв здесь Есть хороший тайминг И есть возможность Сразу обломать Титана Я думаю что лучший тайминг Врядки у меня будет Уже на этой карте Поэтому пробуем Забирать 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 Окей Хорошо 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 И теперь надо Забрать ешечку Забрать ешечку Давайте ешечку 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 На контролинг Но контролинг Ешечку давай 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 развал 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 пошел 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 давай 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 хорошо есть захват 45 сек это уже контрит этот гаус три точки у нас на захвате очень плохо очень плохо очень 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 плохо три точки на захвате за 35 секунд это очень рисковая тема нам надо быстро что-то захватывать что-то прямо сейчас нам надо захватывать. Прямо сейчас. Давайте попробуем вот эту забрать. Эту забираем. У нас еще что-то улетает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, хорошо. Типы придержали. Контролинг. Контролинг. Заборка. Хорошо. Эту мы забрали. Вика молот прожимать овердрайв не будет. У меня еще один овер появляется. Две точки у нас под контролом. Под контролом две, не три. Но нам этого может хватить. Этого нам может хватить. И нам этого хватает. Или не хватает? Хватает. Есть. Победа. Ну, хоть с Валерчика мы не обкекались. Хоть не обкекались. Итого. Неплохо получилось. 56 килов на изидочке. Закатку. Хорошо. Отлично будет. Поэтому, друзья, что я вам могу сказать? Наверное, я уже все сказал. Наверное, все сказал про изиду. Все, что я думаю. Бейте. Челлендж. Берите ее. Берите. Кайфаните. Но потом, что с ней будет, я не знаю. Честно. Я не знаю. Это одно из самых жестких устройств челленджа. И я до этого челленджа ни за что не мог подумать, что это изида может здесь появиться. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Пишите, есть ли у вас вообще это изида в гараже и по 10-бальной шкале насколько ее нагибательность вы можете оценить. Напишите. Будет интересно посмотреть. Да. Ну, а если у вас нет ее, то можете просто написать, что у меня нету. Хочу ее купить, не хочу. Стоит по вашему мнению, стоит вам приобретать ее или нет. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Но с вами был мастер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.